Добрый день, друзья! Сегодня готовлю вкуснятину к домашнему чаепитию. Это творожный пирог или можно сказать домашний чизкейк, запеканка. Называйте так, как вам удобно. Начинаем готовить. Для приготовления я использую домашний творог и рикотту. В этом рецепте можно использовать или творог, или рикотту. Можно 50 на 50, как у меня. Также нам нужно 5 яиц, 5 белков и 5 желтков. Желтки разделила на 4 и 1 для смазки. Белки нужно взбить до устойчивых пиков. Сначала взбиваем белки, чтобы у нас образовалась пена и только потом будем добавлять сахар. Сахара у меня всего 150 грамм. Я добавляю половину в белки и половину в общую массу. Творожный пирог получается не сильно сладкий. Если вы сластенно или у вас домашний творог кислый, можете добавить чуть больше сахара. Но 150 грамм для меня это достаточно. Взбили до устойчивых пиков. К творогу и рикотте я добавляю сметану. 4 желтка. соль. Соль. Оставшийся сахар. И добавляю экстракт ванили. Можно добавить ванильный сахар или сухой ванилин. Кристаллический. И цедру примерно половинки среднего лимона. Теперь творожную массу нужно хорошо пробить блендером до однородности, чтобы не было крупных творожных крупинок. Если у вас нет блендера, можно протереть творог через сито и потом смешивать обычным венчиком. Также годится для этого рецепта. Добавляю растопленное сливочное масло. Перемешиваю с маслом. Также забыла вам сказать, что все продукты, творог, рикотта, то что вы используете, должно быть комнатной температуры. Так как мы добавляем растопленное сливочное масло, чтобы оно хорошо распределилось. И высыпаю кукурузный крахмал. Добавляю взбитые белки тремя-четырьмя частями. И перемешиваю с общей творожно-сырной массой. Взбитые белки придадут нежность и творожная масса, она станет как суфле в готовом виде. Я использую для формы большую сковороду. У меня сковорода без ручки. Я ее накрываю пергаментной бумагой. Я хорошо смяла ее, чтобы она удобнее распределилась. И выливаю творожную массу. Один желток я добавляю в столовую ложку молока. Перемешиваю. И мягкой кистью слегка смажу верх нашего сырного или творожного пирога. Вот так слегка оставляю, как птичьи следы на снегу. Так как у нас масса не густая, достаточно вот так смазать. Отправляю в духовку ориентировочно на 40 минут. Температура приблизительно 160-165 градусов. Из формы пока не достаем. Оставили в форме минут на 15-20. Потом аккуратно сняли на решетку, чтобы у нас сырный пирог наш не распался, так как он очень нежный. Трещины получаются всегда на этом пироге, так как он поднимается очень высоко, потом слегка садится. Добавляю я сахарную пудру и нарезаю на кусочки. Я делаю всегда большой этот пирог, так как его можно замораживать. Если вы будете замораживать, можно сахарной пудрой не посыпать. Часть отрезать в морозилку порционно, а часть подать к столу в теплом виде. Подавайте к столу со сметаной, с любым ягодно-фруктовым джемом, со взбитыми сливками и, конечно же, ароматным кофе или чаем. Это действительно очень вкусно. Готовьте с удовольствием и до новых встреч с вами! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok